Галкина избили после отказа отправиться на фронт в Израиле. Галкину врезали, в кавычках, после отказа отправиться на фронт в Израиле. По последним данным, по ситуации в Израиле и гибели мирных жителей, более 300 тысяч резервистов вступили в ряды армии. Страна впервые за 50 лет находится в официальном статусе войны среди тех, кто встал под знамена и взял в руки оружие, бывший премьер Нафтали Банетт. А вот новые израильтяне из числа бывших россиян в армию почему-то не рвутся. Речь идет о так называемых «звездах» Галкине Макаревича, актере Анатолии Вайсмане, белом. Макаревич предусмотрительно уехал в Германию, оттуда желает победы бойцам, то бишь израильтянам. Начавшаяся на его новой родине война не стала поводом для того, чтобы прервать концертный тур по Европе. Анатолий Белый пишет в соцсетях по меткому выражению Яны Поплавской «тоскливые посты» вместо того, чтобы явиться на призывной пункт. А Галкин и вовсе пафосно заявил, что он уже помогает Израилю тем, что поставит видео и фоточки в соцсетях и не убежит из страны, сломя голову. А на фронт комик не собирается, хоть и считает, что стал в Израиле своим. Оправдывается тем, что, дескать, не служил, потому и не пойдет. Ну а если бы отслужил в свое время срочную службу, то совсем другое дело. Ринулся бы защищать, не задумываясь. Если бы я служил в армии Израиля, я бы пошел защищать, я могу помочь. По-другому буду сдавать кровь, буду помогать, заявил юмориста. Добавил, что все израильтяне стремятся попасть на передовую в едином патриотическом позыве, поэтому он гордится этой страной. Придет время, когда я также буду гордиться тем, что я россиянин, а пока там пересменка с понятиями моралью и этикой, объявил комик. Вот только в соцсетях доводом Галкина о том, почему он не пойдет на фронт, поверили слабо. И, как часто бывает в комментариях, разразился сущий ад. Трындеть, не мешки ворочать, иди и защищай, настаивает Светлана. Да некуда деваться предателю, вот и несет ерунду, уверена Тамара. Так можно же добровольцам записаться в два счета, пишет Ли Ту. А если бы у бабушки был, то она была бы дедушкой, да, Максик? Ехидничает пользователь Золотой век Голливуда. Если бы да кабы, да иди хоть поваром, если так за родину гордишься, возмущается Гюзель. Очень хочет, но не берут, говорят такие, как он в тылу нужны, смеется Игорь. Когда гибнут израильтяне, надо защищать, а когда русских, то пересменка морали, удивляется Артем. «Ах ты ж, говоришь, а глаза-то испуганные», — заметила Ольга. «Как же он служить пойдет, если у него дома бабушка сама останется? Кто же без Максика подаст кормилице стакан?» — иронизирует Катерина. «400 миллилитров крови не чаще одного раза в два месяца. Вся его помощь второй родине, да и то, если решится, не испугается», — резюмирует Жанна. «Катерина»